Президент России Владимир Путин. Отношусь к тем русским людям, которые считают, что нормальные отношения с Западом идут на пользу России. К сожалению, в последний год эти отношения стремительно ухудшались, деградировали. Вы несколько раз сделали заявление о том, что Запад на протяжении столетий проводит политику сдерживания России. И таким образом поместили в этот контекст многовекового исторического противостояния и нынешнюю конфронтацию. Чем выше уровень конфронтации, тем выше рейтинг, патриотизм и, к сожалению, радикальный национализм. Иногда кажется, что тем сильнее ты будешь Родину любить, чем сильнее ты будешь кого-то ненавидеть. Я называю это патриотизм с ксенофобией. Мои вопросы вам такие. Назовите, пожалуйста, условия, при которых всё-таки возможно нормализовать отношения с Западом в целом и с Соединёнными Штатами в частности. Второе. Какие меры государственной политики по противодействию радикальному национализму вы считаете эффективными? И третье. Считаете ли вы проблему патриотизма с ксенофобией, существующей в нашей стране? Спасибо. Начнём с конца. Вы поставили на одну доску патриотизм и ксенофобия. В моём понимании совершенно разные вещи. Патриотизм – это любовь к Родине, а ксенофобия – ненависть к другим нациям и народам. Абсолютно разные вещи. И я бы не путал божий дар с яичницей. Что касается радикального национализма, то мы всегда с ним боролись и будем бороться. Я неоднократно говорил о том, что национализм – это очень вредное, разрушительное явление для целостности российского государства. Потому что оно изначально складывалось как многонациональная и многоконфессиональная страна. И, наконец, условия, при которых мы могли бы нормализовать отношения с Западом. Не мы их портили, и мы всегда выступаем за нормальные отношения со всеми государствами, как на Востоке, так и на Западе. Самое главное условие восстановления нормальных отношений – это уважение к России и уважение её интересов. Я уже тоже говорил на одной из линий некоторым крупным державам, супердержавам, которые претендуют на свою исключительность и считают себя единственным центром силы в мире. Им союзники не нужны, им вассалы нужны. Имею в виду США. Россия в такой системе отношений существовать не может. Она не только не может поддерживать такие отношения, даже существовать не может. И это все должны понимать. А мы всегда открыты для сотрудничества. Мы его и не прерываем никогда. И разве это не факт, что мы в 90-е годы полностью раскрылись и ожидали, что и к нам будут так же относиться? Но как только мы заявляли о себе, о своих интересах, о своей позиции хотя бы, сразу встречали достаточно жёсткую реакцию. Вспомните, что происходило в начале 90-х годов и как Запад рукоплескал Борису Николаевичу Ельцину. Как только он сказал и заявил позицию России по Югославии, на него всех собак спустили. Я сейчас не буду повторять все нецензурные выражения, которые в её адресе звучали. Вот в этом проявление. Как только стоило сказать о наших интересах, как только стоило заявить о своей независимой позиции, тут же всё сразу вылезает. Но это не значит, что мы должны надувать губы, сердиться на кого-то, устраняться, изолироваться. Я всегда это повторял. И хочу сказать ещё раз. Мы хотим сотрудничать, готовы к этому и, кстати говоря, будем делать это, несмотря на позицию некоторых руководителей отдельных стран. Если не так, мы будем сотрудничать с теми, кто хочет с нами работать, с теми бизнес-структурами, которые не боятся политических окриков, с теми людьми, работающими в гуманитарных сферах, в области искусства, образования, ведь ничего не прекращается. А вот эти попытки с санкционными способами нанести нам ущерб, они предпринимаются, но они не очень эффективны. Ведь что произошло? Мы сейчас вот говорили про проблему с курсом. Смотрите, мы в прошлом году должны были выплатить 130 миллиардов долларов кредитных ресурсов, взятых не мы, не государство, а наши банки и предприятия. 130 миллиардов. Нам взяли и закрыли рефинансирование на западных финансовых рынках. Я думаю, что в надежде на то, что наши финансовые учреждения и предприятия реального сектора столкнутся с непреодолимыми трудностями, этого не случилось. Они справились. Не без нашей поддержки, но без такой прямой, которую мы осуществляли в 2008-2009 году, когда просто брали на себя из-за маржин колов, брали на себя выплаты, забирая в активы, а потом активы вернули с прибылью, кстати сказать. В этом случае нам даже не потребовалось применять таких инструментов. Они прошли этот пик. В этом году еще должны заплатить 60 миллиардов. Причем львиная доля в первом квартале уже сделана давить на Россию с помощью вот таких мер бесполезно и бессмысленно. Я думаю, что осознание вот такого состояния дел должно прийти к нашим партнерам. И нужно все-таки хотя бы им сделать попытку искать с нами компромиссы, а не навязывать клише, который они считают правильными. Ну и, наконец, то, с чего вы начали. Чем выше уровень конфронтации, тем выше рейтинг. Не согласен с этим. Если у нас очень тонкие люди, чувствующие то, что происходит, даже не такие эксперты, как вот ректор МГИМО, но они сердцем и душой, да и умом понимают, что происходит. И когда видят несправедливость, люди всегда реагируют. Причем несправедливость видят как в нашей стране, так и вовне ее. Когда видят, что они справедливо с нами пытаются поступить, сразу реакция возникает. И если видно, что мы защищаем свои интересы, это вызывает поддержку населению. Спасибо гражданам за эту поддержку. Владимир Владимирович, во время буквально этой прямой линии приходят буквально трагические новости из Киева. Только что сообщили, что там застрелен Олесь Бузина. Это один из самых ярких, известных украинских публицистов, журналистов. И его, несомненно, знает наша аудитория, потому что он ни раз, ни два, ни три принимал участие в ток-шоу на российских каналах. Вот эта трагедия случилась буквально только что, а накануне погиб бывший депутат регионал Калашников. И, в общем, конечно, это ситуация совершенно четвертая. Это не первое политическое убийство. Мы на Украине имеем дело с целой серией таких убийств. Вот здесь Ирина Хакамата задавала вопрос по поводу расследования убийства Немцова, что я считаю абсолютно позором для нашей стороны. И правоохранительные органы должны сделать всё для того, чтобы изобличить преступников. Как мы знаем, исполнители арестованы. Вот на Украине, которая претендует на то, чтобы быть демократическим государством и стремиться в демократическую Европу, ничего подобного не происходит. Где убийцы вот этих людей? Их просто нет ни исполнителей, ни заказчиков. И это предпочитают не замечать ни в Европе, ни в Северной Америке. Мы, конечно, в первую очередь выражаем соболезнования глубокие и родным Олесе и всем его коллегам. Я присоединяюсь полностью. Я воевал под Сталинградом командиром батареи. Было мне в то время 19 лет. Первые годы войны наша Красная Армия, наш советский народ воевали со всей Европой в одиночку. Но воевали нашим советским оружием. Да, у нас были союзники, но они слишком поздно открыли второй фронт, хотя они с нами были заодно. Вопрос, Владимир Владимирович, а у нас сейчас есть союзники, в том числе союзники в борьбе с возрождающимся фашизмом? Спасибо. Я в этой связи напомню, вам, думаю, будет это приятно услышать, напомню слова Александра Третьего, нашего импиадора, который сказал, что в России есть только два союзника – армия и военно-морской флот. И в напутствие своему сыну потом говорил, что нашей огромности все боятся. Это, кстати, тоже имеет под собой определенные основания. Но если уж исходить из того, что мы имеем сегодня, говорить серьезно, то, конечно, надо смотреть на что? Прежде всего, на угрозы сегодняшнего дня. Какие это угрозы? Уже это звучало. Терроризм, ксенофобия, организованная преступность и так далее, и так далее. И, конечно, в этой связи у нас много таких государств, много людей во всем мире, которые поддерживают нашу борьбу по противодействию этим угрозам. У нас есть и прямые, у нас есть очень добрые отношения в рамках различных объединений. Ну, например, это объединение, которое было совсем создано не так давно, но развивается достаточно успешно. Это объединение, которое объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. БРИКС она называется, аббревиатура такая. Есть Шанхайская организация сотрудничества. Это не военные организации, но это наши друзья, с которыми мы очень плотно работаем и развиваем наши отношения. Ну и, наконец, у нас есть организация договора коллективной безопасности. Это уже военно-политический союз, это бывшие республики Советского Союза, с которыми у нас очень близкие, надежные союзнические отношения и есть взаимные обязательства, в том числе и в военной сфере. Но я исхожу из того, что мы воевать ни с кем не собираемся, но будем укреплять, безусловно, свою обороноспособность как раз для того, чтобы ни у кого не возникало никакого желания воевать с Россией. И все-таки, Владимир Владимирович, можно я вам прямолинейно задам, может быть, не самый корректный вопрос, но я спрошу, а враги наши кто? Враги? Да. Вы назвали союзников, вы упомянули о вызовах, об угрозах, а враги кто? Ну, мы, я уже говорил о нашей огромности, мы большая территориальная страна, в целом по европейским меркам и по населению большая страна. Мы страна с огромным потенциалом развития, с большими природными ресурсами. И, конечно, мы, безусловно, великая ядерная держава, у нас крупнейший, один из крупнейших, сопоставимый с Соединенными Штатами, равный практически ядерный потенциал. Поэтому быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. А если вот так совсем серьезно, то врагов я уже назвал. Это вот международные террористы, организованная преступность и так далее. Мы никого врагами не считаем. Между Эболой и Идиом никого не поставить. Я имею в виду из участников международного общения. Мы никого врагами не считаем. И не рекомендуем никому считать нас своими врагами. Спасибо. Владимир Владимирович, давайте на тему... То же самое западные журналисты все время задают этот вопрос. Можете вы, наконец, вот раскрыть, ну, как бы ответить уже более детально, все-таки были там наши войска или не были? Ну, и, наконец, вопрос, есть или нет у наших войск на Украине, говорю вам прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Владимир Владимирович, позвольте... Кстати говоря, вот в ходе последнего этого конфликта на Юго-Востоке, в Донбассе, об этом лучше всего сказал начальник генерального штаба украинской армии, который прямо публично на встрече со своими иностранными коллегами сказал, мы не воюем с российской армией. Ну, чего еще добавить-то? Продолжение следует...